С развитием технологий можно уже не сомневаться, что спустя всего несколько десятилетий полетов космос станут чем-то привычным и обыденным. А пока здесь, на Земле, самым везучим из нас дается уникальная возможность увидеть запуск пилотируемых кораблей своими глазами. В марте этого года мне выпала уникальная возможность поехать на космодром Байконур и увидеть своими глазами, как он устроен, как он работает, какие стартовые комплексы и площадки для запуска ракет там есть, познакомиться с его удивительной историей. И главным событием этой поездки был запуск пилотируемого корабля «Союз МС-08». Все, кто приезжает на космодром Байконур, ставят целью увидеть запуск ракеты. Но не все знают, что на территории космодрома располагается музей с роскошной коллекцией документов, фотографий, стендами с космической едой и самыми настоящими элементами ракет. А также там можно узнать много интересных фактов из истории космонавтики. Перед тем, как запускать человека в космос, нужно было запускать, сначала запускали животных, белку, стрелку, все их прекрасно знают. Кроме того, запускался в космос манекен. И манекен запускался непростой, поскольку у него был передатчик, который воспроизводил песни. Люди, которые запускали этот манекен в космос, решили, что для того, чтобы американские шпионы, которые, естественно, улавливали все сигналы, не подумали о том, что советский космонавт поет песни в космосе, потому что он сошел с ума, они включили запись хора, чтобы американцы подумали, что Советский Союз не то, что одного человека запустил в космос, а там уже дюжина людей, вон они какие молодцы. Космонавты едва ли не самые суеверные люди на Земле. И помимо обязательного освещения запусков, есть множество других, неукоснительно исполняемых суеверий, берущих свое начало еще со строительства космодрома. Очень много суеверий именно с предстартовой подготовкой. Начинается она с того, что все космонавты обязательно за день до старта смотрят фильм «Белое солнце пустыни», потому что однажды его перед запуском посмотрели, запуск прошел успешно, все, значит теперь смотрим. За время поездки Анна успела побывать на стартовых комплексах «Гагаринский старт», «Протон» и «Зенит», проводить экипаж из гостиницы в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, побывать на докладе космонавтов председателя Государственной комиссии и, конечно, увидеть пуск пилотируемого корабля «Союз МС-08». Если вдруг у вас будет возможность это увидеть, не смотрите на это через объектив своей камеры, потому что там есть корреспонденты, они снимут этот запуск, вы потом его увидите, а вы именно посмотрите на это своими глазами, вы запомните это, чтобы это у вас отложилось в памяти, в сердце. Какая после этого радость и гордость за свою страну, за то, что именно наша страна сделала такой вклад в изучение и освоение космоса и продолжает его делать, и то, что наши корабли самые безопасные, и действительно это потрясающе.